В эфире программа МИР. Добрый вечер, меня зовут Илья Рыбин. Мы начинаем и смотрите, что будет в первой части выпуска. Сотнями баллистических ракет по железному куполу. Достигли Иран, поставленных целей массированной бомбардировки территории Израиля и удастся ли избежать большой войны. Обратный отсчет. Позиции Дональда Трампа и Камалы Харрис ровно за месяц до выборов. И чей кандидат в вице-президенты выглядел более убедительным на прошедших теледебатах. Обвиняется в растрате. Причастна ли лидер французских крайне правых Марин Ле Пен к хищению миллионов из казны Евросоюза? И как судебное разбирательство может отразиться на ее дальнейшей политической карьере? Прежде чем мы приступим к разбору знаковых событий недели, предлагаю ознакомиться с тем, что происходит в мире. 19 человек погибли в результате наводнений и оползней в центральных регионах Боснии и Герцоговини. Реки вышли из берегов из-за проливных дождей. Правительство объявило чрезвычайное положение для помощи экстренным службам. Задействовали военных. Непогода привела к повреждениям автомобильных и железных дорог. Жители городов остались без электричества. Страны Евросоюза проголосовали за повышение пошлин на китайские электромобили до 45%. За принятие этой меры выступили 10 стран-членов. 5 государств проголосовали против и еще 12 воздержались. Сообщается, что новые меры будут действовать 5 лет. Решение было принято после того, как в ходе расследования в Евросоюзе установили, что Китай несправедливо субсидирует свою промышленность. Пекин отрицает это и пригрозил Евросоюзу ответными тарифами на европейские продукты, коньяк, свинину и автомобили. 20 миллиардов евро дополнительно власти Франции планируют получить с крупных компаний за счет повышения налогов. Меры будут действовать один или два года и коснуться организаций с годовой выручкой от миллиарда евро. С таким предложением выступил премьер-министр Франции Мишель Барнье. Политик выразила беспокойность высоким рискам финансового кризиса в стране. В качестве мер для его предотвращения глава нового правительства предлагает сократить расходы в бюджете на сумму 60 миллиардов евро в следующем году. Итак, в минувшую среду израильтяне отметили наступление нового 5785 года по еврейскому календарю, который ведет исчисление от сотворения мира. Правда, накануне вместо традиционных звуков шафара, это ритуальный духовой инструмент в виде бараньего рога, они услышали сирены воздушной тревоги. И вечерние часы им пришлось провести в бомбоубежищах, а не в раздумьях о покаянии и приготовлениях к праздничному ужину. Иран все-таки решился на акцию возмездия за ликвидацию ключевых командировок группировок Хамаса и Хизбулла и обрушил на Израиль гратой сотен баллистических ракет. Часть из них смогла преодолеть практически непробиваемую многоуровневую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Острелявшись, в Тегеране сразу поспешили заявить, что паритет в их понимании восстановлен, и на этом все должно прекратиться. А Израиль, если решится на ответ, то за ним со стороны Ирана последуют новые, еще более интенсивные бомбардировки. И на выходе все тот же замкнутый круг, око за око, при том, что в большой войне не изинтересована ни одна из сторон. А на деле получается, что все к тому и идет. И как далеко зашло, расскажут Тамерланки. После затянувшихся раздумий Иран все же выбрал тактику возмездия. По данным агентства Associated Press, в ночь с 1 по 2 октября Исламская республика выпустила в сторону Израиля около 200 баллистических ракет. Большую часть удалось перехватить благодаря израильским и американским противоракетным системам. Тем не менее, часть из них преодолела «Железный купол». Повреждения получили газовые платформы в районе Ашкелона. Как утверждается, основной целью ударов были авиабазы и штаб-квартира разведки к северу от Эль-Авива. В местных СМИ сообщили об одном погибшем. Корпус Стражи Исламской революции Ирана заявляет, что 90% выпущенных ракет поразили запланированные цели. По утверждению КСИР, массированный удар является ответом на убийство лидера Хезбалы Хасана Насралы и главы полетбюро Хамас Исмаила Хании. Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Их попытка провалилась. Опасность предотвратила самая передовая в мире система ПВО Израиля. Я поздравляю ЦАХАЛ с впечатляющим достижением, а также благодарю Соединенные Штаты за поддержку наших оборонных усилий. Иран совершил большую ошибку, и он за это заплатит. На этом фоне лидеры международного сообщества предостерегают Израиль и Иран от дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил атаки баллистическими ракетами, но по версии Израиля не столь жестко. МИД страны объявил его персоной Нонграта и запретил ему въезд на свою территорию. Помимо прочего, генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Ливане и привести в исполнение соответствующие резолюции Совета Безопасности. Кроме этого, он вновь призвал к немедленному прекращению огня в Газе, безоговорочному освобождению всех заложников, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Анклав и к возобновлению реализации идеи мирного существования двух государств. Каждая эскалация на Ближнем Востоке, включая нынешнюю, служит прологом для следующей. Настало время остановить смертоносный цикл насилия по принципу око за око, который ведет народы Ближнего Востока к краю пропасти. ООН мобилизовала все имеющиеся возможности для оказания срочной гуманитарной помощи в Ливане, и я прошу международное сообщество полностью профинансировать наш призыв поддержать гражданское население этой страны. США и страны Запада выражают Израилю полную поддержку и решительно осуждают действия Тегерана. Но среди соседей по региону такого единодушия не наблюдается. Так, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган считает, что палестинские земли и Ливан – не последние цели Израиля. Он призвал международное сообщество остановить израильское наступление в Ливане. Кроме этого, Эрдоган заявил, что Турция будет поддерживать Бейрут всеми средствами. Терроризм и геноцид, который Израиль осуществляет в Палестине и секторе Газа, уже почти год, к сожалению, в эти дни распространились на Ливан. Израиль прилагает все усилия, чтобы втянуть страны региона в свой огонь. В рамках наземной операции в Южном Ливане Цахал ввел в соседнее государство две дивизии для уничтожения инфраструктуры Хезбаллы вблизи своих северных границ. Мирных ливанцев призвали эвакуироваться и не приближаться к объектам группировки. Израильские военные впервые вступили в прямые столкновения с бойцами сопротивления и понесли первые потери. Погибли восемь солдат. Мы стараемся обезопасить зону для возвращения жителей на север Израиля и уничтожаем всю инфраструктуру Хезбаллы вблизи границы. Мы не позволим им там обосноваться. Наши силы в Ливане уничтожают все больше и больше противников. Каждое такое столкновение заканчивается тем, что мы одерживаем верх. По данным ливанских властей, с 17 сентября, когда в Ливане начали массово взрываться пейджеры, число жертв по всей стране составило больше 1400 человек. 300 из них – женщины и дети. Больше миллиона покинули свои дома. 170 тысяч пересекли границу Сирии. На этом фоне правительства по всему миру приступили к эвакуации граждан на случай непредвиденных обстоятельств или перерастания конфликта в большую войну. По крайней мере, Вашингтон готовится к худшему сценарию. Пентагон разворачивает в регионе дополнительные силы. Их общая численность составит 43 тысячи человек. Тамерлан Ким специально для программы «Мир». Одним из главных союзников Израиля по-прежнему остается США, даже несмотря на участившиеся разногласия по силовым операциям ЦАХАЛ и их масштабам на палитинских территориях. Но в случае с иранской бомбардировкой единодушие полное. И от дальнейшего хода событий на Ближнем Востоке не в последнюю очередь будет зависеть исход голосования на президентских выборах США. До развязки остался ровно месяц. Шансы у представителей демократов и республиканцев на данный час равные. Дональд Трамп и Камала Харрис идут практически ноздря в ноздрю. А на неделе померились силами в ходе телевизионных дебатов и кандидаты-вице-президенты. Кто был убедительнее и как это отразится на положении главных претендентов стать хозяином Белого дома? В материале Райхан Сериковой. Президентская гонка в США выходит на финишную прямую. Имя нового хозяина Белого дома станет известно ровно через месяц. И кто одержит верх будет напрямую зависеть от того, кому удастся перетянуть на свою сторону так называемые неопределенные штаты. Поскольку на данном этапе номинанты демократов и республиканцев делят электорат практически поровну. Свой вклад в победу могут внести и их кандидаты-вице-президенты. На неделе они померили силами в прямом эфире в студии CBS. В теледебатах от республиканской партии участвовал Джей Ди Вэнс, а демократической Тим Уолф. На самый актуальный вопрос международной повестки оба они ответили уклончиво. Израиль сам должен решать, наносить ли удар по Ирану. Это зависит от Израиля, от того, что, по его мнению, требуется для обеспечения безопасности своей страны. Мы должны поддержать наших союзников, где бы они ни находились. Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, чем был раньше, из-за неграмотного руководства Дональда Трампа. Когда он был при должности, у нас была коалиция стран, которые подавили иранскую ядерную программу до такой степени, что он не был способен продолжать ее. Дональд Трамп отменил эту программу и ничего не установил взамен. Соперники обменялись мнениями и на другие острые темы. Наплыв нелегальных мигрантов, а также права женщин на аборты. На контрасте с телеэфиром Трампа и Харрис дебаты Вэнс и Уолф прошли вполне вежливо. По данным издания «Политика», увереннее выглядел Вэнс. Результаты экспресс-опроса международной исследовательской компании «Ипсос» показали, что у него на 7% больше поддержки, чем у Уолфа. «Мне кажется, что Джей Ди Вэнс выступил лучше. У него действительно хорошая манера речи. И он выглядел в моменты выступления более уверенным, в отличие от своего эмоционального оппонента. Тиму Уоллзу не хватало собранности. Он постоянно отвлекался на экраны во время речи». Эксперты считают, что не на пользу демократам может сыграть и развитие ближневосточного конфликта по самому пессимистичному сценарию, если Израиль решится на поражение нефтяной инфраструктуры Ирана. В этом случае в самих США рост цен на энергоносители и продовольствие, хоть и временный, будет неизбежен. И этого вполне достаточно, чтобы колеблющиеся избиратели отвернулись от действующей администрации. К слову, президент США Джо Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам Тегерана. «Ответ нет. У Израиля есть право на ответ, но он должен быть пропорциональным. Мы будем обсуждать с израильской стороной их дальнейшие действия». А вот завоевать дополнительные баллы поможет активная позиция кандидатов по поддержке пострадавших от урагана Хеллен. Камала Харрис уже успела посетить затопленные регионы, а Байден направил на помощь больше тысячи военнослужащих. Хеллен стал самым разрушительным ураганом в стране со времен Катрины. Под ударом оказались шесть штатов и на ликвидацию последствий уйдут годы. А за месяц до выборов в стране, как правило, нагнетаются искусственные штормы. В политологии этому явлению есть конкретное определение – октябрьские сюрпризы, когда каждая партия выкладывает свои последние козыри в борьбе за Белый дом. Так что самое интересное в противостоянии Трамп-Харрис только начинается. Рейхан Серикова специально для программы «Мир». Во Франции президентские выборы намечены на весну 2027 года. И может случиться так, что в них не примет участие ни один из двух кандидатов, встречавшихся во втором туре две последние кампании в 2017 и 2022 году. Макрону по конституции не положено баллотироваться третий раз подряд, а судьба дважды ему уступавшей лидера крайней правых Марин Леопен теперь зависит от вердикта суда. Если ее признают причастной к растрате миллионов евро из бюджета ЕС, то следующая гонка пройдет без ее участия. История не новая. В ней были замешаны десятки членов тогдашнего национального фронта, в том числе основатель, отец Марин Леопен. Инцидент был формально исчерпан еще в 2018 году, но недавно всплыли новые подробности, и в понедельник в уголовном суде Парижа стартовал новый громкий процесс. Подробности у Алисы Здыковой. Одна из самых влиятельных фигур французской политики Марин Леопен предстала перед судом. Громкое дело о парламентских помощниках грозит крахом президентских амбиций для лидера ультраправых сил страны. Партия Национальное объединение обвиняется в присвоении средств Европейского парламента. Проблема в том, что заявили следственные судьи после нескольких лет изучения системы, которая предположительно была создана на самом высоком уровне, в частности, президентом Национального объединения для незаконного присвоения средств Европейского парламента. Вот в чем проблема. По версии обвинения, в период с 2004 по 2016 год французская партия использовала деньги, предназначенные для работы в Европейском парламенте, для оплаты своих сотрудников. Нанесенный ущерб был оценен в 3,5 миллиона евро. Интересно, что 1 миллион партия возместила. Но, внимание, по заявлению самой Марин Леопен, это ни в коем случае не может считаться признанием вины. Сама лидер партии с предъявленным категорически не соглашается, считая, что деньги были использованы законно, а следствие слишком узко оценивает фронт работы парламентского помощника. У нас будет два месяца в ходе этого судебного разбирательства, чтобы продемонстрировать, что мы не нарушили ни одного правила, ни одного нормативного правила Европейского парламента. К ответу по этому делу суд призывал 24 человека, среди которых сама Марин Леопен и ее отец, 96-летний основатель партии «Национальный фронт». Жан-Марин Леопен в здании трибунала не вызывался по причине плохого самочувствия, но это не помешало ему в канун старта слушаний принимать дома гостей. И это видео вызвало много шума в социальных сетях. Помощники депутатов Европарламента от Национального фронта, по версии следствия, фактически работали на офис партии в течение многих лет, получая зарплату из бюджета. Некоторые из них никогда не встречались с самими депутатами и не посещали здания Европарламента. Среди них, к примеру, телохранитель, секретарь, руководитель кабинета основателя партии Жан-Марин Леопена. Прокуроры и судьи, и не без оснований, будут показания, слушания, есть документы, обмен электронными письмами, которые, по моему мнению, показывают существование организации, целью которой было изъятие средств из Европейского парламента для целей, отличных от строгой миссии помощников парламентариев. Вот что поставлено на карту в суде. Выдвинутые обвинения могут привести к 10 годам лишения свободы и миллионному штрафу. Но самая тяжелая санкция для главного фаворита следующих президентских выборов во Франции – отстранение от политической деятельности на 10 лет. Пока процесс никак не сказался на популярности Марин Леопен. Она на публике ведет себя обычным, очень уверенным образом. Вполне возможно, что ее дело может завершиться без последствий. Если вспомнить, что ранее другой французский политик, Франсуа Байру, смог выйти сухим из воды после аналогичных обвинений. Алия Сызбекова, Руслан Амиржан. Специально для программы «Мир». Мы продолжаем. И смотрите далее выпуски. От кормчивого Мао до председателя Си. С какими достижениями Пекин подошел к 75-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики? Конец истории или начало новой эпохи? В Великобритании закрылась последняя электростанция, работавшая на угле. Какая страна из группы 7 на очереди? Всемирная неделя космоса. В то время, как людям становится все сложнее уживаться на Земле, просторы Вселенной по-прежнему открыты для международного сотрудничества. 75-я годовщина со дня основания Китайской Народной Республики 1 октября прошла без особой помпы, хотя раньше подобные юбилеи отмечались с размахом, грандиозными парадами, демонстрировавшими военную мощь Поднебесной. На этот раз все ограничилось лишь церемонией поднятия государственного флага на площади Танянь-Мэнь и маршем почетного караула. Последние три четверти века имеют особое значение для 5000-летней истории китайской цивилизации. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, именно под руководством Компартии люди всех этнических групп страны сумели добиться двойного чуда быстрого экономического роста и долгосрочной социальной стабильности, добавив, что великое возрождение китайской нации – необратимый исторический процесс. Сегодня это крупнейший промышленный производитель, вторая по величине экономика в мире и страна с рекордными торговыми оборотами и золотовалютными резервами. Биржан Валиев продолжит. В Пекине празднуют 75-летие Китайской Народной Республики. Главная площадь украшена обилием государственной символики. Красный революционный флаг с пятиконечной звездой коммунизма был утвержден также в 1949 году, за пять дней до провозглашения нового государства. Сегодня важный день для нашей страны. Мы пришли, чтобы выразить поддержку людям. После патриотических песен я очень волнуюсь. Празднование всего народа производит особое впечатление. В этом году праздник отличался от прошлогоднего. Особенно хорошо организованы ночные гуляния. Улицы китайских городов и площади наполняются атмосферой праздника. Яркие световые шоу, торжественные салюты и красочные декорации. В оформлении традиционно преобладают красные оттенки. В этом году события проходят по-особому. Наши традиции прекрасно отражаются в современной жизни. Особенно важно это увидеть детям. Молодое поколение должно знать наши национальные традиции и культуру. Мы активно участвовали в этом вместе с народом. В связи с историческим праздником в Китае объявлены официальные каникулы. Так называемая «золотая неделя» – отличная возможность для местного населения навестить дальних родственников. Однако даже при развитой и продуманной транспортной паутине соседней страны билеты лучше покупать заранее. За сутки китайские поезда перевезли около 18 миллионов пассажиров. Дополнительно к почти 13 тысячам составов добавили еще полторы тысячи дополнительных рейсов. 2,5 миллиона пассажиров воспользовались самолетами, совершившими 19 тысяч вылетов. Часть населения передвигается на автобусах и автомобилях. Официальная статистика сообщает о 67 миллионах таких путешественников. Билеты распродаются онлайн заранее. Многие пассажиры возвращаются, а некоторые ждут дополнительного поезда. Такая ситуация может длиться до 10 дней. В целях безопасности отправлено предварительное уведомление. Однако в этом году путешественников больше, чем в прошлом. Сейчас мы привлекаем полицейских в общественные места. На блокпостах мобилизуются дополнительные охранники. За три четверти столетия Поднебесная достигла колоссальных результатов. Сегодня КНР – это вторая экономика мира по номинальному ВВП и крупнейший в мире экспортер. Однако вызовов меньше не становится. Риски экономического спада, падение роста населения, торговые войны США и еврозоны, изменение глобальных цепочек поставок, кризис в секторе недвижимости, экологические проблемы, напряженность в отношениях с Тайванем и территориальные споры в Южно-Китайском море. Соседняя страна однозначно стоит перед сложными вопросами, которые требуют комплексного и долгосрочного решения. Китайским властям необходимо перейти к новой модели экономического роста, основанной на инновациях, повышении производительности труда и развитии внутреннего потребления. Также важно решать социальные проблемы, укреплять экологическую безопасность и снижать зависимость от внешних рынков. Но это все долгосрочная работа, и к ней страна обязательно приступит после праздника. Бржан Валиев специально для программы «Мир». Тем временем Великобритания войдет в историю как первая из стран группы 7, полностью отказавшаяся от сжигания угля для выработки электроэнергии. В свое время уроженец Англии Джеймс Уатт изобрел паровую машину, работавшую все на том же угле, и это стало началом промышленной революции, приведшей к переходу от ручного труда к машинному. Сейчас страна стоит на пороге уже новой революции – зеленой. На днях здесь закрылась последняя угольная электростанция. Уже сегодня больше половины потребностей Соединенного Королевства обеспечивают возобновляемые источники. Оставшаяся часть приходится главным образом на газ, но его век недолг, учитывая обязательства Лондона по достижению углеродной нейтральности. Насколько безболезненным оказался отказ от самого дешевого источника энергии, выяснял Галымжан Караманову. Сейчас мы находимся на глубине 765 метров под землей. На протяжении веков уголь был королем, обеспечивая страну энергией как в хорошие, так и в плохие времена. Он стал двигателем промышленной революции, которая превратила Британию в мировую сверхдержаву. Теперь эта эпоха подходит к концу, и последняя угольная электростанция закрывается навсегда. Страна стала первой из большой семерки, отказавшейся от угольной энергетики в соответствии с обязательствами по климату, взятыми на себя предыдущими правительствами. Мы используем устаревшую неэффективную электросеть и стареющую загрязняющую окружающую среду электростанции. Нам нужно заменить угольные станции, инвестировать в современную доступную газовую и возобновляемую энергетику. Отказ от угля связан с желанием перейти на чистую энергию. Уголь – самое вредное для окружающей среды топлива. При сжигании он выделяет больше углекислого газа, чем нефть или газ, образует мелкие частицы сажи и токсичные элементы, такие как ртуть и мышьяк. 30% мирового углекислого газа вырабатывается на угольных электростанциях. Поэтому для Великобритании было важно стать первой страной, которая откажется от угольной энергетики в международном контексте. Весь развитый мир сейчас внимательно следит за этим. Отказ от угля, несомненно, является положительным шагом в плане экологии. Но для многих людей по всей стране это было нечто большее, чем источник энергии. Уголь означал сообщество и культуру. Вокруг шахт строились целые города. Когда правительство Маргарет Тэтчер объявило о планах закрыть 20 угольных шахт в 1984 году, три четверти шахтеров страны объявили забастовку, что стало одним из важных в истории промышленности Великобритании. Некоторые представители этих сообществ сказали, что конец этой эпохи вызывает смешанные чувства. Это действительно горько-сладкая пилюля. С одной стороны, я любил свою шахту, и мне грустно видеть конец эпохи. Но с другой стороны, я понимаю, что мы должны двигаться дальше и делать мир более зеленым и безопасным. Великобритания была первой страной, построившей угольную электростанцию, а теперь стала первой крупной экономикой мира, отказавшаяся от использования угля. Это настоящее глобальное лидерство, указывающее путь для других стран. Но некоторые эксперты говорят, что закрытие угольных электростанций может привести к дефициту энергии и росту цен. Правительство уже запланировало повышение тарифов на газ на 14%, а на электроэнергию на 10%. Хотя уголь является очень загрязняющим источником энергии, его преимущество в том, что он доступен в любое время, в отличие от ветра и солнца, которые ограничены погодными условиями. А для хранения выработанной чистой энергии необходимы аккумуляторные батареи, которые завозятся из Китая. Поэтому Великобритании теперь важно стать более независимой от Поднебесной в производстве собственных аккумуляторов и привлечь для этого квалифицированных специалистов. Галмжан Хараманова, Великобритания, Лондон, специально для программы «Мир». И напоследок о таинственном и манящем. В то время как земля едва не трещит по швам от геополитических разломов, на днях под эгидой ООН стартовала Всемирная неделя космоса. Если планета для человечества становится все теснее, а люди менее сговорчивыми, то на орбите международное сотрудничество до сих пор развивается конструктивно и здесь найти общий язык гораздо проще, чем за столом переговоров. Даже самые принципиальные антагонисты Москва и Вашингтон вполне ладят по вопросам освоения околоземного пространства. Так, в начале сентября на Российском Союзе, на МКС, полетел астронавт НАСА Дональд Пэттит, а на днях на американском корабле SpaceX Dragon на орбиту доставили россиянина Александра Горбунова. Амбициозные программы по освоению космоса есть у многих стран, и самые смелые нацелены, конечно, на Луну и Марс. А для их успешной реализации необходимо тесное взаимодействие и регулярный обмен информацией. Насколько человечество за шесть десятилетий с момента первого полета в космос стало ближе к звездам, расскажет Сандугаш Байгоныш. Еще каких-то 60 лет назад полеты человека в космос сказались чем-то из области фантастики. Сейчас же сложнейшие процедуры фактически поставлены на поток и доступны не только профессионалам, но и любому, кто обладает сносным здоровьем и солидным капиталом, конечно же. Если к космическим туристам мы уже успели привыкнуть, то в сентябре впервые гражданские астронавты вышли в открытый космос. А аппарат компании Илона Маска Crew Dragon с четырьмя любителями острых ощущений на борту смог возвыситься над Землей на рекордные 1400 километров, в три раза превзойдя орбиту Международной космической станции. Как и на Земле, в космосе не обходится без эксцессов. Иногда даже доходит до спасательных миссий. Одна из них разворачивается прямо сейчас по спасению астронавтов Буча Уилмора и Сунита Уильямса. Еще в июне они отправились к МКС в дебютной для компании Boeing миссии на корабле Starliner. Приборы зафиксировали сразу несколько незначительных утечек гелия в топливной системе. В Центре управления полетами решили не рисковать. И вместо восьми дней в околоземном пространстве экипаж проведет восемь месяцев, поскольку индивидуальные скафандры несовместимы с другими этапами кораблей. В этот понедельник к МКС пристыковалась спасательная четырехместная капсула всего лишь с двумя членами экипажа. В феврале вместе с застрявшими на орбите астронавтами они возьмут курс на Землю. У нас с Александром был достаточно легкий полет сюда. И прежде всего я хочу сказать спасибо команде, которая подготовила нас к этому дню. Выходя из люка, мы увидели эти светящиеся улыбки коллег. И меня настолько сильно охватили эмоции, что я последние десять минут то плакал от радости, то смеялся. Амбиции Илона Маска устремлены гораздо дальше МКС. В самое ближайшее время он планирует высадить людей на Луне и Марсе. Так, после долгого перерыва человек, по его расчетам, должен оказаться на спутнике Земли уже через пять лет, а на Красной планете через девять. Основатель SpaceX считает, что если человеческая цивилизация не станет межпланетной, существовать ей осталось всего несколько столетий. В лунной гонке в тройке лидеров и Китая. В планах Поднебесной высадить тайконавтов на Луну также до конца текущего десятилетия. И еще непонятно, чей гражданин там окажется первым. Для максимально комфортного пребывания и работы на поверхности спутника дизайнеры уже представили уникальный скафандр. Он выполнен из специальных материалов, которые защищают от лунной пыли и других космических микрочастиц. Теперь жителям Поднебесной предстоит выбрать название этому чуду дизайнерской и технической мысли. Нам хотелось передать ощущение силы воли и непоколебимости. Мне кажется, нам удалось органично вписать его в дизайн. Сам скафандр белый с красными полосками по бокам. Узоры на рукавах напоминают ленты летящих мифологических птиц, а на ногах языки пламени при запуске ракеты. Германия пошла еще дальше. Здесь открыли новый тренировочный центр. Он в деталях воспроизводит лунную поверхность. На возведение объекта ушло больше 900 тонн вулканической породы. С помощью специального оборудования здесь можно моделировать лунное гравитационное поле и печатать на 3D-принтерах жилые помещения в условиях космоса. Европа по сравнению с США и Китаем вкладывает в космические исследования гораздо меньше. Всего 20% по сравнению с финансированием НАСА. Зато практичнее. Взять хотя бы программу «Коперник», которая уже четверть века предоставляет 300 терабайтов данных из космоса, критически важных не только для населения, но и для лесного и сельского хозяйства, пожарных бригад и сил гражданской обороны. Сандугаш Байгуаныш специально для программы «Мир». И на сегодня это все. Увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы, всем удачи, мира и добра.